Приветствую вас и обида может длиться прямо пропорционально тому, насколько сильно вы его обидели. То есть вот насколько сильно задела его ссора, насколько сильно задели его слова, которые вы ему сказали ссоры, вот настолько времени он и будет на вас обижаться. То есть здесь многое зависит ещё и от того, какой реактор мужчины. То есть если это горлый человек, то это одно. Если это человек, который впыльчивый, достаточно впыльчивый, но быстро отходит, это другое. И если это горлый человек, то известно, он даже после того, как пройдёт время, после того, как он успокоится, и после того, как, в принципе, обида уже поугасится, то равно он будет вести себя так, как будто он обижен, просто потому, что гордость не позволит ему пойти к вам на примирение. То есть здесь очень многое проистекает именно из характера мужчины. Как вы можете восстановить отношения? Если мужчина гордый, то отношения вы можете восстановить только одним путём. Самостоятельно проявив инициативу по отношению к нему и самостоятельно попросив прощения, например, самостоятельно изъявив желание вновь общаться с ним, вновь взаимодействовать. Потому что если мужчина гордый, то это может длиться очень-очень долго. А если ваш мужчина не гордый, но его очень сильно за дело, то можно и нужно попросить прощения. То есть разница в том, что в случае с гордым мужчиной вам не обязательно именно просить прощения. Вам важно просто дать ему понять, что вы готовы помириться, и для мужчины это будет, в принципе, достаточно. А вот если мужчина именно такой спыльчивый и ранимый, то нужно именно попросить прощения за то, что вы ему сказали. И по возможности понять, что с первого раза, скорее всего, ваши слова действия никакого не возымеют. То есть у мужчины не будет достаточно ресурсов того, чтобы простить вас по первой просьбе. У мужчины понадобится время для того, чтобы вас простить. То есть он будет оттаивать постепенно. Но если вы будете на случай попросить его прощения, то, конечно, он рано или поздно вас простит. Что еще хочется сказать. В любом случае, вне зависимости от характера вашего мужчины, желательно бы проанализировать причины, по которым вы ссорите, дабы их не было. Потому что ссоры, если мужчины на вас обижают достаточно долго, могут просто изматывать и вас, и его, и сводить ваши чувства по сути дела на нет. А основные отношения будут представляться чем-то очень негативным, отрицательным и тяжелым. С неприятными ассоциациями. Чтобы этого не было, нужно все-таки анализировать причины ваших ссор. И вам, если вы дорожите отношениями со своими мужчинами, если вы хотите их сохранить, вам очень желательно где-то уступать и не ссорить мужчины вообще. Но при этом, вот если причина ссоры – это ваши какие-то желания и потребности, при этом спокойно заявлять о том, чего вы хотите, и бросить мужчину, чтобы он вам это дал. Но при этом не ссорить, а именно, говоря о том, что это нужно вам, что это хотите вы, и что он, если вас любит, то обязательно даст вам то, с чем вы нуждаетесь. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить. Ваш выбор достаточно мало информативен, и если вы хотите более подробно набрать ситуацию, то вам нужно выбрать эксперта и поработать с ним на волнующую вас тему. В общем, в общей же форме я вам ответил, надеюсь, ответил полно. Так что, если вам понравился мой ответ, то буду благодарен, если сделаете его лучше. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...